Девочки, мальчики, всем огромный привет! Это Маша и я рада видеть вас на своем канале. Сегодня видео будет о покупках Fixed Price. Если вам интересно, что это за магазин и что интересно можно в нем купить, то оставайтесь со мной. Итак, я в последнее время посмотрела несколько видео девчонок, других блогеров с покупками интересными из Fixed Price и просто было интересно, что там нового. Я вполне положительно отношусь к этому магазину, потому что в жизни есть много мелочей, которые можно купить за, там, было раньше 38, сейчас 40 рублей. Поэтому в основном я хожу в этот магазин за какими-то заколочками-резиночками, за своими любимыми вешалками и также за всякой мелочью для кухни. Как я уже сказала, я ходила за вешалками. Вот такие вот милые розовые вешалки я себе купила. Я в прошлый раз покупала вешалки себе бордовые, прошлой зимой. Мне они очень нравятся по качеству. Они абсолютно такие же, как вешалки из Океи, но стоят они, не знаю, в несколько раз дешевле, чем в Океи. Точно такие же, вот с такой вот шелковой обивкой. В Океи они стоят дороже. Здесь они стоят 40 рублей за 2 штуки. Я считаю, что вполне нормальная цена. Далее я купила себе стеклянную пилочку. Перед ногтем она абсолютно так же, как и пилочка за 200 рублей. Единственное, что она очень тонкая и она очень легкая. У меня даже какие-то сомнения по поводу стекло это или нет, но во всем случае качество у нее вполне себе приемлемое. И пользоваться я и буду. Мне она нравится. Единственное, что у нее вот здесь вот нет вот такого вот стандартного острого уголка, который, в принципе, удобно использовать, чтобы отодвигать, допустим, кутикулу. Следующее, что я купила, это вот такую вот огромную керамическую ложку. На самом деле это подставка под ложки, чтобы не развозить все свои вкусности по кухонному столу. То есть, когда вы готовите, вы кладете ложку на такую вот подставку и таким образом не пачкаете стол жирными пятнами. Очень удобная штука, но в прошлое наша керамическая ложка такая разбилась и как-то было все время... Ну, как-то едешь, когда по магазинам забываешь про это, тут я увидела эти ложки и сразу себе взяла. У меня вот с такими вот лимонами, апельсинами, не знаю с чем, вполне себе нормальный дизайн для кухонной вот такой подставки. Скажем так, из разряда покупок с сомнительной нужностью я купила себе вот такую вот маску. То есть, в инструкции на упаковке было написано, эту маску можно либо положить в горячую воду минут на 20, либо минут на 15 в холодильник. Вот, она либо охладится, либо нагреется. Нагретую маску лучше использовать вечером, чтобы расслабиться перед сном, а холодно для избавления от отеков. Вот, я использовала пока только как, скажем так, избавление от отеков по утрам. Ну, не сказать, что она меня там дико избавила от каких-то отеков, но просто, скажем так, помогла проснуться это точно. Потому что она такая очень приятно прохладная. Единственное, что ее там не хватает на 10-15 минут, как сказано, что вы будете с ней ходить. Ее хватает минут на 5. Вот, мне нравится, что здесь вот такие вот как дырочки прорезаны, и с ней можно ходить там завтракать и что-то еще делать. Единственное, что вы можете своим видом смущать своих домочадцев, но... Мне кажется, это не самое худшее, что можно увидеть в своей квартире, поэтому, я думаю, все переживут. Итак, да, попортить прическу это цветок. Следующее, что я купила себе, это резинки для волос. Здесь у меня их 10 штук. Каждого цвета по 2. Была еще одна бежевая, но я ее уже положила в сумку, и, честно говоря, забыла просто достать оттуда. Резинки мне нравятся тем, что они единоцелые, то есть нет никаких там железных соединений, нет никаких, скажем так, завязок. То есть она не порвется, когда вы будете там завязывать хвост. Она достаточно эластичная эта резинка, мне очень нравится, что вот даже вот в 2, грубо говоря, раза она держит мой хвост. Вот, она не съезжает с волос, потому что она достаточно такая негладкая. Мне нравятся вот эти вот резиночки. Вот, буду покупать еще, потому что у меня живут коты, их 2. И они считают, что резинки для волос не нужны моим волосам, они им нужны для игры. И как бы я их в таком количестве покупаю, чтобы им было с чем играть. Я с их мнением не согласна, но что поделать. Далее прикупила себе носки. Не сказать, что носки нужно покупать именно в фикс прайс, но я увидела милые носки с сердечками, и почему бы и не купить их там. Значит, состав здесь 86% хлопок, 14% ластан. Достойный состав, в принципе. Единственное, что они размер указывают 25-й. И спустя какое-то время я узнала, что 25-й размер в носках это 38-40. У меня размер 36, но я думаю, дома ходить пойдет в таких милых розовых носках. Целый комплект. Точнее, бело-розовые носки с сердечками, розовая вешалка и вот такая вот маска. То есть такая типичная девочка. В догонку к розовым аксессуарам я купила себе шапочку для душа. Не сказать, что я пользуюсь постоянно шапочкой, но я решила, что в очередной раз попробую пользоваться шапочкой для душа, потому что все-таки волосы, не всегда хочется, чтобы на них даже пар попадал, потому что пачкаются они от этого быстрее. И сейчас зима, и бывает такое, что волосы даже просто, если вы их не мыли, но вы побыли в ванной, на них скапливается влага, и вы потом бежите на улицу, а там уже холодно. Это не очень полезно для волос. Поэтому попробую вот с такой вот милой шапочкой подружиться. Что хочу сказать, что она, скажем так, такая милая и красивая сверху, но внутри очень-очень плотная клеенка. Так что я думаю, что во всяком случае вода напрямую точно попадать не будет на волосы, а пар и все остальное посмотрим. Так сказать, из бьюти-сегмента я прикупила себе крем для ног от компании Mayway Cosmetics. Я уже покупала в прошлый раз крем для рук, мне он понравился. Он даже, мне кажется, лучше некоторых кремов, которые покупаешь специализированно, скажем так, в магазинах, то есть у каких-то таких более приличных марок, во всех случаях, которые знают все, которые рекламируют по телевизору. Крем для ног авокадалой питательный. Что хочется сказать, я бы не назвала его питательным, но вполне себе приятный увлажняющий крем для ног на каждый день. Вот, объем 200 мл хороший, то есть его хватит надолго. У него достаточно приятный аромат, такой вот, скажем так, алоэ, типичный алоэ. Ничего против не имею, пользоваться буду. И сладкоежкам посвящается. Я купила себе кокосовый остров конфеты, которые понравились так, Kate Leon и не коко. Кокос с сливками в шоколадной глазурь. Здесь 250 грамм пакет. Вот, я сама съела пару конфет, все остальное уже из пакета практически подъели родители, я так поняла. Вот, что хочется сказать. Конфеты, правда, вкусные. Конфеты, вот, сама начинка, это что-то между таким вот баунти, может быть, и внутри вот этот вот крем, он похож на крем из Рафаэлла. То есть, вот, закос был под это. Что мне не понравилось? То есть, сама конфета очень сладкая, вкусная, пить чай, как бы, вполне возможно. Вот, что мне не понравилось, это, ну, как бы, скажем так, кому не принципиально, тем понравятся эти конфеты, они будут их есть с удовольствием, мне принципиально, скажем так, а здесь соевый шоколад. Вот, если бы они убрали вообще шоколад из этой конфеты, она была бы идеальная. То есть, в моем понимании, лучше вообще никакого шоколада, чем такой шоколад. Но, что делать, он здесь есть, в принципе, можно отковыривать его, вот, я не стала. Итог, конфеты вкусные, я, конечно, от них ожидала большего по описанию, но, ладно. У всех у нас разные вкусовые предпочтения, и, да, они нормальные, вкусные, вот, у меня претензия только к шоколаду. Если вы готовы терпеть соевый шоколад, то welcome. И последнее, что я себе купила, это вот такое вот суфле, точнее, жевательный зефир ванильный, здесь 150 грамм. Вообще, я купила его в надежде, что это что-то наподобие таких вот зефирок, которые для гриля. Вот, в Финляндии продаются, по-моему, он называется грильмастер фирма. Вот, но мне уже сказали, что затея моя пожарить вот это не удастся, но я не теряю надежды. Не знаю, правда, когда, возможно, они уже успеют испортиться к этому моменту, потому что все-таки у нас уже осень-зима, и шашлычный период закончен. Ну, почему бы и нет? Ну, или хотя бы я, наверное, так их попробую, съем, и если что, вам расскажу. Итак, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Ставьте пальчики вверх, если вам это видео понравилось. Также в комментариях напишите мне, пожалуйста, что вы интересного прикупили за последнее время в магазинах Fixed Price. И все. Желаю вам красочной, яркой осени, чтобы снег у вас не начался на месяц раньше. И это все. Всех целую, всем пока!